Идея мыслящих, интеллектуально развитых машин муссировалась в учёном мире с начала 20 века. Человеческий мозг и сознание – наиболее неизученная сфера, до конца непонятная даже многоопытным нейрофизиологам и психологам. Искусственный интеллект – краеугольный камень кибернетики. О нём никогда не говорят, как о чём-то обыденном. Полутонов в обсуждении данной темы практически нет. Если речь заходит о перспективах развития искусственного интеллекта, то высказываются предположения или в крайне негативном ключе, вроде того, что опасная технология вскоре развяжет Третью мировую войну или установит тоталитаризм по всей планете, либо в исключительно позитивном русле, дополненном прогнозами о преобразовании мира в технологический рай. И та, и другая гипотеза имеют право на существование, но вопрос неоднозначен – он содержит как сильные, так и слабые стороны. Космо. Первый космический. Она меня бросила. Меня. Я же крутой парень. Броссовый мяч лучше Обамы и Майкла Джордана. Оставила только записку. Не звони мне, пока не пройдёшь тренинг по системной векторной психологии. Какой ещё тренинг? Ты о чём вообще? Я даже не знаю русский. Он думает, что крутой, потому что умеет бросать печь. Я знаю психологию мужчин от финиса до гипоталамуса. А что знает он? Наверное, у каждого появлялось желание читать мысли другого человека. Знать о нём всё. Уже после первых бесплатных онлайн-лекций Юрия Бурлана по системно-векторной психологии вы сможете точно определить психику, жизненный сценарий. Регистрируйтесь на бесплатный онлайн-тренинг. Кликайте на ссылку в описании. В последние десятилетия интеллектуальные боты значительно выросли в плане сообразительности. Мощнейшие машины, трудящиеся в компаниях Google или Facebook, легко распознают голосовые команды, человеческую речь, идентифицируют лица на фотографиях. Дальше – больше. Умные машины учатся играть с человеком не только в гое-шахматы. Вспомните легендарный матч Каспарова с суперкомпьютером, безостенчиво отобравшему Гарри титул чемпиона мира в 1997 году. Теперь в ход идут сложнейшие мобо-игры. Недавно в Сан-Франциско прошёл матч между профессиональными дотерами и игроком-компьютером от компании OpenAI 5, завершившейся победой последнего. Это беспрецедентный случай, учитывая специфику ролевой игры и стратегии. OpenAI – компания, цель которой – развивать дружественный человеку искусственный интеллект. Её основатель – неугомонный Илон Маск. В инициативную кампанию по разработке темы ИИ также входят Илья Суцкевер, Грег Брокман и ещё несколько человек, некогда работающих на Google или Microsoft. Инициатором встречи молодых гениев стал Сэм Альтман – король стартапов. Именно от этих прогрессивных людей исходила идея проведения необычного командного поединка. Прорывом является то, что недалеко год назад ИИ мог играть с профессиональным игроком-человеком исключительно один на один. Если ненадолго отойти от игровой темы, стоит сказать, что некоторые специалисты кибернетики оспаривают добрые намерения компании OpenAI, поскольку пока их разработки не засекречены. Это значит, что любой желающий может воспользоваться ими, в том числе и в неблаговидных целях. Обеспокоенные учёные сравнивают такой подход с ядерной кнопкой, находящейся в открытом доступе. Более того, сам Илон Маск не исключает возможности того, что, попав в руки тоталитарных правительств, идея очеловечивания искусственного интеллекта превратится в губительную. С её помощью можно создать невиданного доселе диктатора, страшнее Гитлера и Муссолини вместе взятых, но только бессмертного и неотягощённого ни единым человеческим чувством вроде сострадания или милосердия. Но вернёмся к жестокому матчу команд дотеров. Был сделан ряд наблюдений, в результате которых выяснилось следующее. Во-первых, искусственный игрок поразил мир поведением, нетипичным для рядовой машины. Он отпускал едкие ироничные комментарии в чате по адресу других игроков. Заранее предсказал собственную победу и успешно обучался новым действиям по ходу игры. Правда, механику геймплея несколько оптимизировали. Сократили число персонажей до 18, заблокировали возможность творить иллюзии и сканировать территорию, добавили пятёрку бессмертных курьеров. Во-вторых, скорость реакции на беспрецедентные или шокирующие события, происходящие в процессе, у OpenA5 была не в пример быстрее, нежели у команды людей. Как бы то ни было, знаковый матч лишний раз подтвердил, что остановить экспансию искусственного интеллекта невозможно. Уже сейчас он присутствует везде. Встроен в конструкции автомобилей и самолётов. Необходим в системах телекоммуникаций. Используется для нужд телефонных служб и финансовой отрасли. Помогает в сфере производства и медицины. Относительно скоро машины будут мыслить как люди. Воспринимать человеческую речь, делать самостоятельные логические выводы. Появятся самообучающиеся компьютеры, ловящие информацию буквально на лету и впитывающие её словно сухая губка. Продвинутые программы за секунды будут анализировать терабайты цифровой информации. Но как у холодных, безликих микросхем может появиться здравый смысл, который до сих пор был прерогативой венца эволюции и царя природы – человека? Ответить несложно. Люди длительно добивались этой цели, и результаты не заставили себя ждать. В ведущих мировых лабораториях не первый год разрабатываются системы глубоких нейронных связей, идентичными с функционирующими в человеческом мозге. Это перспективное направление в итоге изменит мир до неузнаваемости. А знаете ли вы, что признаки, указывающие на очеловечивание искусственного интеллекта, были озвучены Алланом Тьюрингом ещё в 1950 году? Был сформирован своеобразный тест, согласно которому ИИ считается развившимся в полной мере, если машина переписывается с человеком, и последний не догадывается, что общается с ботом. Но для многих предложенный Тьюрингом подход сух и недостаточен. Поэтому творческая интеллигенция, прежде всего писатели-фантасты, пошли дальше. Например, они предлагают добавить к характеристикам ожившего искусственного интеллекта способность чувствовать и творить. Но этот подход не выдерживает критики, ведь номинально голодом машины можно считать разреженный аккумулятор, болью срабатывание определенных датчиков, а творческими порывами самообучающуюся нейронную сеть. В целом, победа команды бота OpenAE5 над людьми в такую непредсказуемую игру, как Дота, говорит о многом. Прежде всего, ситуация демонстрирует бурный рост сообразительности искусственного интеллекта, его огромный потенциал и возможное преимущество над человеком. Учитывая прослушанное, канал Космо предлагает пофантазировать. Как вы видите мир, населенный полезными ботами, почти неотличимыми от человека? И что, по-вашему, случится, если планы искусственного и природного интеллекта не совпадут? Ждем версии в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин